Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, в чем важность подписания соглашения об организации трансплантологической помощи в Алтайском крае? Мы подписывали соглашение о взаимодействии между нашим учреждением и больницей краевой. Это не с Алтайским краем, это с конкретным учреждением, в котором развивается программа трансплантации. И поскольку она нуждается в дальнейшем развитии, в экспансии, то соглашение касается вопросов подготовки кадров в основном. Подготовки кадров. А что это значит? Это значит, ну, прежде всего, это преподавание, так сказать, новых направлений, позиций. И второе, и, наверное, самое главное, это непосредственное участие сотрудников больницы в работе нашего института в области трансплантации органов. Что значит? Они не должны платить за обучение. Это все входит в рамки этого соглашения, что по мере необходимости подготовки какого-то специалиста, а это может быть хирург, анестезиолог, реаниматолог, гипотолог, кардиолог, сестры операционные. Вот, это ассортимент очень широкий. В последние годы помощь в пересадке органов стала требоваться чаще, и если да, то какое там объяснение? Ну, вообще, это мировая тенденция. Число трансплантаций, выполняемых в мире, оно измеряется сотнями тысяч трансплантаций. И, конечно, больше всего это почка. Больше всего трансплантации почки выполняется. И это, опять же, связано с тем, что, несмотря на улучшение качества жизни, каких-то диет, которые люди применяют, все равно растет число диабетиков. А диабетики – это, так сказать, источник вот тех самых пациентов с почечной недостаточности. Ну, и не только эти. Различные условия и труда, и жизни могут приводить, да, наследственность может приводить к различным вот таким состояниям, когда требуется возмещение функции какого-то органа. Тенденции показывают, что число больных, нуждающихся в трансплантации, в мире постепенно растет. Но оно растет не само по себе, оно растет еще и параллельно с возможностями все-таки оказания этого вида помощи. И в связи с этим, как бы Вы оценили развитие трансплантологической помощи в России, в Алтайском крае в частности? Россия, она достаточно неоднородна по уровню развития медицины в различных регионах. Это не секрет, так сказать, и есть регионы, в которых есть какие-то виды помощи, которые оказываются населению. В некоторых они только развиваются. Это все требует, опять же, и обучения, и финансов, и так далее, чтобы организовать данный вид помощи. А вообще-то данный вид помощи имеется в виду именно в Алтайском крае. Ну, тут надо сказать, что при наличии специалистов, которые это могут делать, но в отсутствии, так сказать, организационной схемы, как выполняются те или иные коммуникации между учреждениями, потому что трансплантация – это не дело одного учреждения, это дело всей медицины данного региона. И вот для того, чтобы это все взаимодействовало, необходимо разработка и принятие административного акта. Ну, в Москве это называется приказ Московского департамента здравоохранения по организации транспортологической помощи населению. Вот этот приказ, он в рамках нашего государства, он является наиболее совершенным с точки зрения учета всех обстоятельств, которые возникают. Поэтому вот этот приказ, он является, ну, как бы основой для того, чтобы каждый регион из него мог почерпнуть то, что характерно для этого региона, и, соответственно, базируясь на российском законодательстве, все это должно быть прописано, и каждый главный врач, каждый участник этого трансплантационного и донорского процесса должны знать, что они должны делать, когда наступит время. Но здесь есть определенные преимущества, я имею в виду в Алтайском крае. Если есть регионы, в которых приходится начинать с чистого листа, то есть нет ни специалистов, ни опыта, ни, так сказать, ну, какой-то идеологии в голове, вот, а надо сделать. Вот это один вариант. И тут более сложно. Тут надо больше людей обучить, как-то больше людей привлечь, которые сторонние организации, которые тоже участвуют в этом процессе. Вот здесь же несколько уже, ну, помягче, потому что здесь есть опыт всех видов трансплантации, так сказать, основных, это трансплантация почки, которая сейчас идет, происходит. Это трансплантация печени, которая была, но ее надо, так сказать, восстановить. И трансплантация сердца, то же самое. Мы обо всем, об этом говорили с министром здравоохранения вчера и с главным специалистом Григоровым Евгением Дмитриевичем по дальнейшим шагам развития трансплантации и донорства в Алтайском крае. Сколько у нас сейчас здесь, в Алтайском крае, делают операции и сколько желательно было, чтобы делать это? Расчет довольно простой. Он базируется на тех цифрах, на числе пациентов, которые за год приходят к пятой стадии хронической болезни почек, то есть переходят на заместительную почечную терапию. В данном случае мы имеем в виду диализную помощь. На диализ в Алтайском крае приходится где-то человек 60, ну, в зависимости от года, 50-60. Вот. То, соответственно, такое же количество трансплантации почки нужно выполнять. И это количество может быть, так сказать, выполнено с помощью как посмертного донорства, так и родственного донорства. Порядка двух с половиной лет у нас страна и весь мир, собственно, жил при коронавирусе. Каким-то образом эта ситуация повлияла на количество трансплантаций? В принципе, ковид, вот сама эпидемия, вот это вот все, что происходило в течение двух с лишним лет, это просто, ну, так сказать, нарушение привычного механизма взаимодействия между учреждениями. То есть те больницы, которые раньше работали как донорские базы, то есть источники донорских органов, стали работать как стационары ковидные, и, соответственно, эту деятельность выполнять не могли. Поэтому уменьшилось количество донорских органов. Потом это все восстановилось. Сейчас мы уже живем совершенно в другом качестве. И в другом медицинском климате, что ли. И мы сейчас этих вопросов не касаемся, и слава Богу. Донорство восстановилось, идет рост выполнения трансплантации по стране. Ежегодно на 200 операций мы увеличиваем этот рост, а в этом году мы должны увеличить на 500. Ну и заключительный вопрос. Какие перспективы развития трансплантологической помощи в Алтайском крае вы видите на ближайшие 5 или 10 лет? Мы вчера говорили, опять же, на совещании о том, что нам понадобится примерно год для того, чтобы реанимировать программу трансплантации печени и трансплантации сердца. С нашей стороны, как ведущего учреждения, как такого конгломерата технологий, который мы делимся, тут вопросов не будет. И мы можем своих сотрудников присылать для выполнения конкретных операций. Ну, это таким, просто командировать сотрудник, провести операцию вот там-то, там-то при наличии органа, чтобы этот орган не пропал. Мы об этом договорились и, в общем, это... И мы надеемся на лучшее. Нет, ну, мы не можем надеяться на какой-то другой исход. Конечно, мы должны улучшить ситуацию. Я думаю, что для этого в Алтайском крае, я имею в виду уровень медицины, вполне есть все основания. Спасибо. Спасибо.